Ангела Меркель начала предвыборный тур. Канцлер Германии набралась силы, на три недели отдыхала в итальянских Альпах, а её конкурент Мартин Шульц в это время активно общался с избирателями. Что запланировала Меркель после отпуска, расскажет Елена Абрамович. Отдохнувшая и непривычно улыбчивая такой, приехала Ангела Меркель в западногерманский Дортмунд. Послушать её пришли тысячи граждан. Большинство в её возрастном диапазоне. На сцене зрелище не устраивало. Она сохранила свой образ прагматичного политика. Перечислила достижения партии в течение 12 лет. Трёх своих сроков на посту канцлера. Мы начинаем горячую фазу кампании. Через шесть недель будет последний день, поэтому осталось немного времени. Сейчас мы находимся в особой ситуации. С одной стороны, Германия в очень хорошем состоянии. С другой, каждый чувствует, что мы живём во время потрясений, неопределённостей. И никто не может предугадать, как наша страна будет выглядеть через 10 лет. Потрясением для многих немцев год назад было решение Меркель приютить ещё больше мигрантов. Впрочем, эта история не сильно ударила по её рейтингам. Поддержка избирателей долгое время держалась на уровне выше 60%. Снижаться стала уже в течение последнего месяца из-за скандалов с автопромом страны. Меркель во время выступления упрекнула автомобилестроителей, замешанных в манипуляциях с программным обеспечением для замеров вредоносных выхлопов. И призвала исправить ошибки. Доверие к отрасли разрушено заметанием мусора под ковёр и использованием пробелов в тестах на вредные выбросы. И это доверие может быть восстановлено только благодаря действиям самой автомобильной промышленности. Я имею в виду бизнес-лидеров. Они должны действовать. Меркель при этом отвергла обвинение её соперника, социал-демократа Мартина Шульца, в том, что она недостаточно инвестирует в развитие инфраструктуры. Шульц начал предвыборную кампанию намного недель раньше Меркель. Но повысить рейтинги это ему не помогло. Его поддерживает пока лишь треть избирателей. На фоне выборов во Франции, Голландии и США немецкую гонку аналитики называют скучной. Никакого популизма или скандалов и весьма предсказуемый исход. Ангела Меркель, которую недаром называют самым сильным политиком в Европе, скорее всего, получит кресло канцлера четвёртый раз. Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.